МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Сегодня вы увидите... Трус не играет в хоккей. Рязанские полицейские провели товарищеский матч. Таиланд – родина необычного бокса. Старинный воинский путь. Рязанские каратисты подвели итоги уходящего года. Если дословно, муай-тай – свободный бокс. Одно из древнейших и самых эффективных боевых искусств в мире. В Таиланде даже существует праздник – День национального бокса муай-тай. О том, насколько тайский бокс популярен в нашем городе – в следующем сюжете. Тайский бокс или муай-тай – боевое искусство Таиланда. Поединки в тайском боксе наведутся в полный контакт и по очень жестким правилам. Основу муай-тай составляет ударная техника. Удары противнику наносятся на всех уровнях – в голову, по корпусу, руками и ногами, локтями и коленями. Захваты и броски в тайском боксе имеют менее значимую роль. В муай-тай культивируется также прикладная техника. Работа с колюще-режущим оружием, различными видами ножей и кинжалов, палками, метательными ножами. В настоящее время тайский бокс популярен далеко за пределами страны. Россия не исключение – муай-тай набирает свою популярность день ото дня. И это неудивительно, хотя бы потому, что это один из самых зрелищных видов единоборств. В нашем городе тайский бокс тоже весьма популярен. Аризанские бойцы показывают высокий класс на всевозможных соревнованиях. Яркий пример тому – турнир «Спорт против наркотиков», прошедший в Туле 13 декабря и собравший на татами более 80 спортсменов из разных городов нашей необъятной страны. Артем Хаджиев стал победителем в категории юниоры, уйгун Тахира – в категории мужчины. Оба спортсмена бились по два боя, причем уйгону не помешала даже сильная простуда. И то, что буквально недели раньше он выиграл прошедший в Москве турнир «Здоровая нация». Сами спортсмены считают тайский бокс спортом настоящих мужчин. Быть поверженными не боятся и уверены, что всегда могут защитить себя и своих близких. Конечно, там ушибы, синяки, там что-то когда-то отбито бывает. Особенно после соревнований, там ребята жесткие, бьют локтями, коленями. Мне нравится то, что это жесткий вид спорта, он для мужчин. Вот поэтому он меня привлек, наверное. Что дает этот вид спорта в жизни? Ну, здоровье. Ничего еще. Духовый настрой. Все. Ну вот касаемо здоровья, это же достаточно жестокий, травматичный вид спорта. Да, конечно, это мне нравятся вот такие, это необычный жесткий вид спорта, это тайский бокс. Мне нравятся такие виды спорта. Я люблю свой спорт. Несмотря на то, что схватки в муай-тай выглядят довольно агрессивно, у тайских боксеров существует определенный кодекс чести. Этот вид спорта предполагает уважительное отношение к противнику. Запрещается использовать любые оскорбления до или после схватки. Нарушение этого правила грозит потерей баллов, а иногда и проигрышем боя. Кроме того, боец муай-тай и в повседневной жизни должен быть примером честности, скромности и законопослушности. А вот жалости к сопернику не место в этом виде спорта. А вот какая-то жалость к противнику, она есть, нет? Нет, нет, серьезно. То есть за рингом друзья, а на ринге... Так. Чуть-чуть. Ну и, конечно, по уверениям моих собеседников, тайский бокс – огромная составляющая жизни. Попробовав, уже невозможно остановиться. Я очень хотел бы себя видеть профессиональным спортсменом, получить мастера спорта, разряды все. Стать тренером хотел бы. Одной из главных отличительных черт тайского бокса являются традиционные молитвы и танцы, с которых начинается любой поединок. Этим церемониальные действия каждый боец совершает в углу ринга на лицом к тренеру в знак уважения к нему. Во время поединка звучит традиционная ритмичная тайская музыка. Согласно поверьям, она позволяет бойцам освободиться от рутинных мыслей и сконцентрировать всю свою силу. В общем, тайский бокс – это не только пример настоящей мужественности и действительно мощных, порой даже жестоких схваток, но еще и очень красивое зрелище. И еще один вид восточного боевого единоборства – это, конечно, каратэ. За столетия старинное воинское искусство не потеряло популярности, а напротив широкие народные массы пришли в зал, втянулись и сами стали каратэками. Рязанские бойцы стилевого каратэ подвели итоги уходящего года. Знаковым событием нынешнего спортивного года рязанские каратисты называют образование Всероссийской Федерации стилевого каратэ. До этого на протяжении более двух десятков лет работали разрозненные школы восточного боевого искусства. И уже в будущем году, как надеется руководитель региональной федерации Рамиль Сакаев, соревнования будут проходить под эгидой единой общероссийской организации каратэ. Это, по его мнению, даст мощный толчок к развитию массового и детского спорта. Кстати, в рязанской секции стилевого каратэ набор ребятишек ведется уже с раннего возраста. На татами порой выходят мальчишки, не достигшие даже еще и пяти лет. Недавно завершилось открытое внутреннее первенство. Очень сильно переживали, очень было трудно их подготовить. Но оказалось все очень-очень даже и просто. Наши вот малышки по этому набору, очень удивлены, что именно в этом году такой набор, показали себя очень характерными, очень таким мужественными. Учили то, что участников было практически где-то 80 человек, не было ни одной капли слезинки. И даже родители очень красиво так переживали. Сереженька, давай, милый, давай, давай. И дети вот побеждали. Пятилетки ушли домой с медальками. Еще одно ноу-хау рязанских каратистов – это то, что подготовка юных бойцов ведется сразу по двум направлениям. Во-первых, нарабатывают технику, исполняя формальные комплексы упражнений кота. А во-вторых, трудятся над ударной техникой в спаррингах для проведения поединков кумите. Мы программу подготовки занятий тоже изменили. Вот за все истории своего преподавания, там, больше 25 лет, я решил попросить вот такую вот систему – юной подготовки кумите. Раньше мы такого никогда не делали. Год, два дети занимались, тренировались. Учились, обучались с основом. А вот раз мы попробовали сделать таким вот образом – подготовить на кумите. Сложно, боялись, переживали, чтобы травмы. К доктору вообще никто не подходил. Все прошло гладко и очень хорошо. И отзывы вот за последние там три дня после соревнования от родителей только одни благодарности. Президент региональной федерации стилевого карате Рамиль Сакаев одновременно работает еще и в школе учителем физической культуры. Поэтому сейчас он адаптирует тренировочный процесс подготовки юных бойцов в том числе и под введенные в нынешнем году нормативы ГТО 2014. Между тем, и это бесспорно, занятия карате по-прежнему дают отличную ударную технику. Если мальчик или девочка потом уйдет в какой-то другой вид единоборств, где он сможет нам себя более-менее показывать, то стараешься так натренировать ребенка, чтобы он помнил, что эту вот часть, этот объем информации или технику он освоил в школе карате у Рамиля Сакаева. А в дальнейшем уже будем радоваться. Потому что среди моих учеников даже был чему мира по боям без правил. Я его спрашивал, Мамедов, говорю, у тебя вот, про занимавшись, что тебе дало занятие у нас карате? У вас, говорит, очень хорошо поставлена ударная техника. Вот было приятно слышать, да, что вот это ему что-то дало. И он где-то вот в своем поприще вырос. Ну, стараемся так вот работать, открывать дорогу всем. Боевой путь рязанские каратисты продолжают и сейчас. Завершить нынешний спортивный год они собираются двумя турнирами в Подмосковье. Хоккей, пожалуй, самый популярный вид спорта в нашей стране. Даже, можно сказать, русский национальный вид спорта. И это совсем не удивительно, ведь полгода у нас зима, и желающих побегать за шайбой прут-пруди. Рязанские полицейские, как оказалось, не исключение. Достали клюшки и пригласили своих коллег из Москвы. А о том, к чему это привело, в нашем следующем сюжете. Быть в хорошей спортивной форме в наше время не только полезно, но еще и модно. А для людей, в руках которых наш покой и безопасность, быть спортивными, еще и необходимость. Вчера вечером в Рязани во Дворце спорта Олимпийский состоялся хоккейный матч между командами Главного управления МВД России по городу Москва и МВД России по Рязанской области. Перед началом турнира губернатор Рязанской области Олег Ковалев поприветствовал гостей, пожелал спортсменам воли к победе и совершил символический сброс шайбы на лед. Мы рады приветствовать, всегда рады гостям на Рязанской земле, тем более, когда гости приехали с такой почетной гуманитарной миссией, как поиграть в хоккей, показать молодому поколению, что здорово на жизни лучше, чем все грехи человечества, которые, к сожалению, порой еще в жизни бывают. И я приветствую команду Главного управления внутренних дел по городу Москве. Я хочу пожелать вам яростной, бескомпроместной борьбы, без травм, пожалуйста. Хочу пусть победит сильнейший, но самое главное, чтобы победила дрожьбу, потому что в таких матчах, в таких встречах, в таких противостояниях, конечно, всегда поздравляю признать дрожьбу. Команду московских полицейских возглавлял начальный ГОМВД России по городу Москва генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин. На лед дворца спорта Олимпийский вышли сотрудники полиции, искренне увлеченные спортом, и поэтому борьба была жаркой. В напряженной и бескомпромиссной борьбе победу со счетом 5-2 одержала команда ГОМВД России по городу Москва. Матч хоккейных команд полицейских на Рязанском льду оказался поистине товарищеским. Спортсмены поздравили друг друга с интересной игрой и не скрывали радости от общения. В общем, главное не победа, главное участие и то, что наша полиция нас не только бережет, но еще и показывает хороший пример того, что спор должен занимать отнюдь не последнее место в жизни любого человека. Многие праздники долгожданные и желанные, именно поэтому они сопровождаются роскошными застольями, о котором предшествуют долгие приготовления любимых праздничных блюд. Новогодние праздники особые. Прежде всего, они отличаются своей продолжительностью, а также попадают на холодное время года, когда хочется лишний раз посидеть дома и избежать физических нагрузок. В результате этого получается, что к окончанию праздников многие прибавляют в весе несколько лишних килограммов. Как же этого избежать? Давайте прислушаемся к советам профессионального тренера. Я думаю, что к празднику в какой-то момент можно внутренне относиться к какой-то работе. То есть мы где-то за неделю начинаем к этой работе, ну, может, кто-то за две недели, к этой работе готовиться. Не только там одеть хорошую, красивую одежду, платье, а в то же время рассчитать свой именно рацион. Ведь когда мы перед праздниками очень много питаемся, много едим, у нас и так и желудок расширяется, у нас и аппетит появляется, и мы подходим к Новому году какими-то еще более голодными. Поэтому мое такое мнение, мой такой опыт, да, что где-то за неделю или за две мы начинаем себя потихоньку почему-то в чем-то сдерживать. Объем пищи, конечно, снижаем, вот, вечером стараемся не кушать, может быть, даже и 31-го числа, накануне Нового года, тоже потренироваться, сходить. Это настолько вот стабилизирует. Понятно, что там Оливье надо что-то приготовить, еще что-то на стол накрыть, взять и просто вот себя заставить там сделать пресс. Подержать там в упор и лежа стоечку, чтобы укрепить спину, там, втянуть живот. И внутренне это как бы даст тебе настрой, что 1-го числа ты, встав утром, не будешь себя чувствовать тяжело, потому что у тебя появится чувство ответственности. А потом человек, который себя немножко сдерживал и дисциплинировал перед праздником, он будет жалеть то время, которое он прошел при подготовке к этому празднику. И, конечно же, питаясь все, что связано с майонезом и очень сильно жирным, будет немножко сдерживаться. Но мое такое мнение, здесь еще и психология роли играет. Я думаю так, если я хорошо поработал над собой, то почему бы в праздничный день себе не позволить что-то такое, да, чтобы можно было бы. Ну и постараться, конечно же, сказать, как здорово, что я вот влезла в это платье, как здорово, что я так хорошо выглядела. А вот еще впереди Рождество, а еще надо сходить в гости. А будет здорово, если я так же буду замечательно выглядеть. Настроиться и, опять же, до следующего праздника немножко себя потренировать внутренне, опять поддерживать. Тогда, я думаю, что получится очень хорошо. Психологически это вот такая вот должна быть работа. Неделя и неделя. Да, я работала, я умница, я молодец. Теперь я немножко поем, но не буду распускаться. И на этом на сегодня все. Будьте спортивными и здоровыми, и пусть всегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова